Всем привет, это Мишаман и в сегодняшнем ролике, как я обещал ранее, я расскажу вам о том, к чему я пришел в плане минмаксов, фарма и сентинелей и как именно сейчас я их использую для того, чтобы получать по максимуму профита с них. Итак, перейдем в игру сразу и сразу говорит, что то, что я использую, это применимо как для SSF, так и для трейд-лиги, однако на трейд-лиге в зависимости от того, что сколько стоит, немного могут стратки меняться, вот, но обо всем по порядку. Сначала, что такое сентинелия, это некие такие объекты, которые привязаны к механике, это дрон, который вызывается от одного до нескольких раз на карту, этих дронов три типа, первый у нас появляется сталкер сентинель, он красненький, он получается при включении действует какое-то определенное время, порядка полминуты и больше, вот, и за это время он, когда мы встречаем врагов, заряжает их, у него есть ограничение по количеству врагов, то есть в данном случае сентинель, который у меня здесь взят, он длится 50 секунд и может зарядить до 85 врагов. Также есть у каждого сентинеля параметр Empowerment, то есть это то, насколько сильно заряжаются монстры, если здесь Alt нажать, то написано, что Empowerment увеличивает урон и поглощение урона врагов, а при этом увеличивает опыт, который они дают и количество и качество предметов, которые они дают при убийстве, вот, и, соответственно, разные моды могут быть на этом сентинеле, он может быть как белый, так синий, так желтый, так и уникальный, но об этом чуть позже. Вот, второй сентинель у нас синенький, он же Pandemonium, как видите, у него здесь длительности меньше и количество врагов, которые он заряжает в среднем, примерно такое же и больше, в зависимости от того, какая база у нас этого синего дрона. Вот, и его отличие от предыдущего заключается в том, что он срабатывает один раз, то есть вы должны скопить вокруг себя побольше врагов, нажать призыв этого дрона, он всех один раз бафнет, и вы можете сразу награду залутать. Вот, и третий сентинель, это желтенький Apex Sentinel, он заряжает только рарок и только уникальных монстров, то есть он не заряжает белых и синих монстров, в отличие от двух предыдущих. Вот, и он, получается, дает наиболее сильный баф монстрам среди остальных и при этом наиболее высокий уровень наград соответственно. Вот, однако, стоит остерегаться, он может быть довольно опасным, особенно если вы на хардкоре играете и заряжаете каких-то боссов. Вот, в целом за несколько дней фарма потестил как раз всех трех и хотел бы в данном видео рассказать. Сначала еще перейдем к поэдб, чтобы посмотреть на то, какие в принципе дроны бывают. Значит, здесь, опять же, ссылку оставлю, есть, соответственно, Sentinel List, вкладка список сентинелей, и тут, видите, в зависимости от разного уровня зоны могут падать разные базы сентинелей. Вот, и название у них, вот эти вот первое слово, да, растет, бронз, кобальт и так далее, они одинаковые. Ну, они могут быть, встречаться для всех трех типов сентинелей. Вот, и чем выше левел, грубо говоря, тем больше у нас длительность, тем больше количество монстров, которые заряжаются, тем выше уровень зарядки монстров, и количество зарядов немного меняется от разных типов. Вот, в целом, самые, как бы, профитные базы, это Ancient Prime Evil Cryptic, после этого Obsidian тоже более-менее, но вот эти три лучше всего. Вот, при этом они лучше по, ну, по крайней мере, для, как раз, красных и синих дронов, поскольку они дают как можно больше врагов на карте, которые заряжаются. Вот, и об этом мы сейчас поговорим далее. Вот, следующий момент, который хотелось бы осветить, это то, как именно мы планируем их заряжать. Награды здесь в SentinelMods перечислены для каждого из трех типов дронов, и для того, чтобы фармить по максимуму валюты в данном случае, я использую только как раз синих и красных дронов, поскольку у них есть шанс на дополнительные Currency Reward. Вот, вот эта вот вещь. И я использую только их, то есть максимальный рост здесь, начиная с 60-го левела, до 5% шанса на то, что враг, который будет заряжен сентинелем, удрогнет вам какую-то валютку. И это довольно много, учитывая, что мы можем зарядить до двух сотен врагов единомоментные за одну карту. Это очень-очень ощутимо. Вот, перейдем непосредственно к игре. И что мы здесь делаем? Здесь, как можете увидеть, у меня оба сентинеля, и синий, и красный, содержат в себе шанс дропа награды в виде валюты, то есть Currency Reward. И ветка у меня взята, соответственно, на них тоже. В ветке здесь упор преимущества не делается на то, чтобы как можно больше врагов этот дрон ваш мог зарядить за карту. Вот, здесь есть полезные вещи, что для красного, что и для синего. Для красного вот этот нот очень интересно смотрится. Здесь 10% шанс дублировать неуникального врага, когда он заряжен. То есть, если мы заряжаем 100 монстров, то фактически мы еще 10 монстров дополнительных получаем заряженных. Это довольно много. Ну и, соответственно, дополнительная награда с них. Значит, дополнительный луч для сентинеля тоже важен. То есть, фактически за один раз это работает как дополнительный снаряд. Фактически, если сравнивать с, не знаю, стрелами или какими-то заклинаниями с снарядами. То есть, за один раз он заряжает двух врагов. То есть, он заряжает их быстрее. Фактически сокращает наше время ожидания, пока он зарядит врагов. А также здесь есть увеличение количества врагов, которые заряжаются сентинелями. Еще больше наград. Также здесь дополнительный чейн. То есть, у нас есть и доп снаряд, и чейн от каждого. То есть, у нас за один выстрел уже заряжается четыре врага, а не один. Что тоже крайне важно для скорости. И маленькие ноды здесь на дополнительные награды, на длительность сентинеля, на шанс того, что не поглотится заряд при использовании. И также на скорость каста. В принципе, скорость каста очень приятная. Это тоже ускоряет скорость зарядки мобов на карте. И чем быстрее ваш билд, тем больше скорости каста вы, в принципе, хотите найти дронов. Что касается синего, здесь тоже все довольно любопытно. Эта нода огромная. Это два дополнительных чейна и дополнительный луч. То есть, вот эта нода фактически работает как вот эти две в совокупности, даже чуть лучше. Также здесь увеличение 15% мощности. То есть, количество наград, количество лутов фактически с монстров. И тут же спаун дополнительного пака монстров. То есть, когда мы нажимаем сентинеля, на нем сразу, ну рядом с нами, спаунится еще дополнительный пак монстров. Это тоже важно. То есть, это просто гарантирует, что мы чаще будем по максимуму его использовать. То есть, у нас у синего, еще раз, всего лишь за одно использование, мгновенно заряжается вокруг себя по максимуму количество мобов. И нам важно, чтобы это не проходило как бы зря. То есть, дополнительный пак монстров всегда полезен для лута. И здесь супер важная нода, которая дает дополнительный заряд. Ну, возможность два раза, короче, использовать вместо одного на карте. То есть, фактически, здесь при таком способе фарма мы можем зарядить, условно говоря, сотку врагов с обсидианового и две сотки или четыре сотки, если прям лучшая база попадется врагов, с пандемониум, с синенького сентинеля. Итого, порядка там, ну, в зависимости от типа дрона, порядка трех сотен врагов мы можем зарядить. И с вероятностью до пяти процентов с каждого из них может упасть по какой-то награде в виде каренси. Вот. Остальные ноды здесь тоже можно немного менять. Мне в идеале хотелось бы, конечно, взять вот эту награду на... Ну, вернее, вот этот поинт на то, чтобы более редкие награды прокали. Но он, кажется, значительно слабее все-таки, чем все остальное, что здесь берется. Вот. И последняя нода здесь сентинельный реворд я взял. Ее можно кинуть куда угодно, по вашему усмотрению. Можно взять каст спид, если вы хотите быстрее заряжать. Если вы используете вал скилы или у вас плохо с сустейном фласок, то можно взять вот эту ноду. То есть, вот эта, она довольно опциональна. Вот. И перейдем к карте. Собственно, хочу продемонстрировать, как примерно это выглядит. Для того, чтобы, опять же, максимизировать количество мобов, которые мы заряжаем. В атласе у меня взяты ноды на шрайны. Вот эти вот два кластера. В принципе, можно добирать еще вот эти вот ноды на дополнительные шрайны. Также можно использовать коробки. Но мне лично не очень нравятся коробки. Мне шрайны нравятся гораздо больше. Вот. Пойдемте посмотрим. То есть, обычное, что я делаю в начале карты, я дожидаюсь, пока у меня заспаунится инфлюенс. Сейчас мы убьем пару паков мобов. Инфлюенс заспаунился. Заряжаю красного сентинеля. Он начинает бафить довольно шустро врагов. Уже какие-то фузы насыпает. Бим-бим, бам-бам. Собираем. Три хаоса. Ювелирки, алхимки. Пойдет еще какой-то трошачок, который мне лень собирать в данный момент. Этот парень все еще бафает. Мы все еще лутаемся. Какие-то регалы. Закончился. Вижу шрайн. Подхожу к шрайну. Жму у второго сентинеля. Бэм. Зарядил. Нажал скиллы. Развалил. Какие-то с карабы какая-то валютка. Потом поехал дальше. Нашел еще какой-нибудь крупный пак монстров. Нажал второй раз. Зарядил. Там моб с инвулом. Печально. Вот. И приятный момент заключается в том, что это никак не отвлекает вас, в общем-то, от фарма. И не занимает никакого времени. Ну, кроме как того, чтобы залутать то, что нападало. Что, в принципе, приятная трата времени. Примерно так вот это и работает. То есть, за несколько проюзов совершенно не оптимизированных сентинелей, то есть тут плохие базы, тут как бы не самый лучший комбо наград. А все равно с мапки, кроме всего прочего, еще насыпало какой-то валюты, которая просто у вас очень быстро копится. То есть, у меня вчера в начале дня, не знаю, было штук 30 хаусов и сотка алхимок и почти все. И, не знаю, 200 шансов. Это количество значительно увеличилось после нескольких часов take-out фарма. Из еще вещей важных, как продолжать как бы сустейнить эти сентинели, что делать, когда они заканчиваются. Когда они заканчиваются, вам нужно объединять их с помощью пауэркоров. Пауэркор это как раз валюта для того, чтобы прокачивать, ну, крафтить сентинели. Вот, и он так работает, что он комбинирует как раз те моды, которые есть на двух разных сентинелях. Это что, к чему я пока пришел, что для меня работает, это когда у меня заканчивается сентинель, допустим, вот синий, да, у которого есть награда, которая меня интересует. Я его скрещиваю с сентинелем на какой-то, ну, максимально хорошей базе, чтобы как можно больше врагов соединялось. Ну, вернее, не соединялось, а заряжалось. Вот, в идеале соткой больше. И его с пустым. То есть, вот это когда закончится, я его объединю именно с пустым. Вот, и тогда очень большая вероятность, что награда останется, поскольку он скрещивает моды, которые есть на двух сентинелях. Здесь модов никаких нету, здесь есть мод, который мне нужен. С большой вероятностью получается тот мод, который нужен. То есть, практически никогда у меня эти сентинели не заканчиваются. И это совершенно не отвлекает от фарма. То есть, раз там в 10-15 карт, просто меняете эти сентинели. Скрестили, поставили обратно, пошли фармить дальше. Вот, время от времени при скрещивании получаются уникальные как раз сентинеля. Их у меня парочка накопилось. У меня здесь есть тот, который мегаломаньяк называется. Он, судя по всему, предназначен для того, чтобы прокачивать как раз вот эту вот шкалу с мощностью вашего контроллера. Для того, чтобы больше можно было ячеек забрать. То есть, если у вас он не прокачан, может быть имеет смысл на трейде, например, взять этого сентинеля, взять ноду вот эту на сентинель пауэр. И таким образом вы очень быстро прокачаете эту шкалу. Но при этом он не отдает дополнительных наград. Но зато очень-очень быстро вкачивается шкала. Вот, также здесь есть как раз на Headhunter мод сентинель. И я пока что нашел еще тот, который нам в превьюхе показывали на зарядку одного из боссов. Тоже довольно приятный. Вот, с 12 карнцей наградами. Но их пока я не использовал. Их мы еще потестим. В общем, в двух словах, завершая все это, мне для маппинга очень нравится комбо красного-синего. Поскольку сочетание шрайнами со всем остальным, это мгновенно как бы с мапки дает профит валюте. Кроме этого, если вам нужна не валюта, или вы считаете что-то более профитом для фарма на трейде в данный момент. Например, кластер джувелы. Вы просто берете не на currency, а на делириум награды. И точно так же делаете. Оба на делириум награды, хоп-хоп, и все лутаете. Довольно быстро и эффективно. Однако, если вы играете на каком-то супер-быстром, например, билде, то есть у вас там хедхантер, вы убиваете мобов на два экрана вперед, то вполне возможно вместо красного сентинеля стоит использовать как раз апекса, для того, чтобы заряжать боссов на картах, чтобы с них значительно лутаться. И около каких-то крупных скоплений монстров прожимать пандемониумы. Вот. Либо же, если вам лень заморачиваться с тем, чтобы вовремя проживать пандемониумы, вы можете просто использовать желтого, чисто заряжать мощных мобов. Но я не думаю, что это будет более выгодно, чем комбо из каких-то двух разных как раз сентинелей. Вот. Пока... В общем, делитесь в комментариях своими результатами, фарма сентинелями, своими стратками. Вполне возможно, что то, что использую я, не является самым эффективным способом, и наверняка можно что-то еще оптимизировать и улучшить, особенно если говорить о какой-то торговой лиге. Вот. Не забывайте заглядывать на прямые трансляции Twitch и в социальные сети, ссылки на которые есть в описании. Это был Мишаман. Не забывайте лайкать и комментировать, и подписываться. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok